Вернемся к нашей задаче по пятиугольнику. Совершенно преизбольный пятиугольник. Представьте себе, что у него выбрали середину здоровья. У него выбрали середину здоровья. Господа, пожалуйста, примените теорему региона и при помощи самой теоремы решите задачу о строении пятиугольника. Подумайте, что нужно сделать. То есть один способ, мы уже сегодня собираем, метод ложного положения. А сейчас совсем другой способ. Какое дополнительное строение надо сделать, чтобы можно было пользоваться теоремой региона? Свести пятиугольник четырехугольник. Молодец. Чтобы была теорема региона, надо, чтобы был четырехугольник. Провести какую-нибудь диагональ. Понятно? Или нет? Да. Замечательно. Какую? Главное. На самом деле, какую именно не имеет никакого значения. Например, это. Может быть, может быть, у него будет уход. Что произошло с пятиугольником? В четырехугольнике четырехугольник. Отлично. А в четырехугольнике какое есть свойство? Какое свойство мы только что получили? Параллограммы в ринге. Параллограммы. То есть, что? Если вот здесь взять, то на что получается? Параллограммы. Параллограммы. У меня немножко криво, но если точно рисовать фигуру. У середины. Смотрите, пожалуйста. Вот эта точка у меня была известна. Это была известна. Это была известна. Значит, могу я нарисовать эту фигуру? Да. Да. По трем вершинам мы сегодня учились делать. Да? По трем вершинам рисовать параллограммы. Реально нужно просто через вот эту точку провести параллельно криво и через эту криво. Или окружность вот этот отрезок взять и с этим центром провести. Этот отрезок взять и с этим центром провести. Замечательно. Получили вершин. Значит, нужно восстановить треугольник по серединам сторон. Как это делается? Параллельно? Параллельно. Да, да, да. Есть у нас с вами известные три серединные сторон треугольника. То мы просто проводим через эту точку параллельно вот этой. И уже нашли. Через эту точку проводим параллельно вот этой. И через вот эту точку проводим параллельно вот этой. Ребята, то есть мы, смотрите, сначала рисуем параллелограмм. Потом рисуем треугольник. Видите вы эти штиховые, да? Итак, начинаешь с того, что рисуешь вот этот параллелограмм, потом рисуешь вот этот треугольник, ну а после этого уже все. Уже вот этот параллелограмм достраиваешь, получаешь эту точку и дальше все остается.